По-моему, сейчас экран виден, если я не ошибаюсь. Так, напишите плюсик, если вы видите экран. Мой. Плюс. Отлично. Значит, перезагрузка этой системы все-таки работает. Итак, давайте сейчас, в принципе, сделаем небольшой обзор по поводу того, как нам работать с построением нашего клиентского портфолио. В принципе, по большому счету, с чего начинать. У нас сегодня в теме построение онлайн и офлайн инфраструктуры, ваше первое инвестиционное портфолио, онлайн продвижение, история рынка и необходимые знания в сфере имени. Итак, начнем с первого. Онлайн инфраструктура. Что это означает и, соответственно, как использовать правильно ваше имя и ваше лицо в онлайн режиме. В первую очередь, вы должны знать, что то, как вы присутствуете в онлайн, это подействует и на ваше расширение, на расширение количества, объема ваших контактов в онлайн режиме, а также в повышении определенного уровня в глазах, там, скажем, ваших уже текущих знакомых. То есть, если у вас, скажем, не очень хорошо выполненные профайлы, особенно в определенных направлениях, то, соответственно, вы будете воспринимать немножечко не так, немножечко по-другому, либо вы не сможете привлекать в онлайн режиме каких-то определенных партнеров. Итак, давайте в первую очередь разделим. Значит, существуют личные профайлы и личные какие-то посты, фотки, там, я не знаю, и так далее, и так далее, и существуют публичные профайлы, посты и так далее. Естественно, у каждого из нас абсолютно пожелание, может быть, личный профайл, где мы сами постим то, что мы хотим, но также вместе с этим мы должны создать какой-то акцент на профессиональный профайл, в котором не будет подобного. К примеру, прекрасный вариант для профессионального профайла, который я лично рекомендую, это LinkedIn. Чем хорош LinkedIn? Я об этом скажу, и потом, как бы, информацию дам уже более конкретно, со скриншотами, там, скажем, профайлов и так далее, и так далее. LinkedIn, в отличие от всех социальных, скажем так, страничек, которые я лично знаю и со мной очень многие согласятся, он делает акцент на профессионализм более, чем на какие-то личные качества. Почему? Потому что, ну, в первую очередь, на LinkedIn нет такого момента, как, как бы, публикация своих каких-то личных фоток. В основном туда публикуют какие-то фотографии с конференции, там, я не знаю, с интервью и так далее, и так далее. Вся аура LinkedIn предрасполагает тому, чтобы вас склонить к бизнесу, к бизнес-кентакту. Однако, ни одну социальную страницу, включая LinkedIn, нельзя использовать как прямой маркетинг, как бы, вот, с лобовым столкновением, имеется в виду, что рассылать, там, скажем, каким-то своим друзьям, либо добавлять людей, там, абсолютно, которых, которые абсолютно никакое отношение не имеют к вашему бизнесу, соответственно, тратить время, рассылая им клубовые какие-то сообщения. Вот это не имеется в виду, то есть, когда я говорю о построении онлайн-инфраструктуры, это не включается в онлайн-инфраструктуру. Это, наоборот, вам разрушит имя, более чем его составит. Facebook. Facebook прекрасная, прекрасная возможность показать себя как с профессиональной, так и с личной стороны, потому что, несмотря на то, что мы все интересуем людей как профессионалы, также интересно, какие мы, в принципе, личности. Вот Facebook, если LinkedIn показывает, насколько вы профессионал, в своем деле, Facebook показывает уже, какая вы личность. Какая вы личность? Вы юморная личность, либо вы депрессивная личность. Вы знаете, вот, к примеру, я говорю, да, у нас есть один бизнес-партнер, который почему-то постоянно на странице публикует какие-то, причем это мужчина, в средних лет он публикует такие депрессивные посты, что мне абсолютно не верится, что человек чего-то может добиться в жизни. То есть, вы представляете, да, это я об этом думаю. А как может об этом думать человек, который потенциально у вас может найти в Facebook и потенциально захотеть у вас что-то купить? То есть, естественно, он на... Никто не хочет, как бы, общаться с депрессивными личностями. Это дважды два-четыре. Это всегда было, есть и будет. В то же самое время это не значит, что вы должны как бы постоянно быть в каком-то хорошем настроении, там, я не знаю, постоянно публиковать какие-то анекдоты, хотя вот мне лично это очень нравится и, кстати, забавляет очень много моих трудей, даже в профессиональных, с профессиональной точки зрения. Я там очень много чего пощу, пощу. И, соответственно, вот как бы разбавлять это все каким-то юмором, это очень хорошо. Но и... То есть нельзя ни в одну крайность уходить, ни в другую. Почему? Потому что если там постят какие-то просто картинки, шеры и так далее, то есть, соответственно, у вас человек просто не будет всерьез вас принимать, а если постоянно какое-то там депрессивное что-то там такое, писать по поводу того, какая жизнь плохая и как денег нет, то, естественно, ничего хорошего это так же принести не нужно. Я вам конкретные примеры приведу как бы того, как вы должны структурировать свой Facebook-профайл или LinkedIn-профайл. Что касается ВКонтакте. Вот ВКонтакте я лично не очень активна, однако в России он очень распространен. В ВКонтакте я бы посоветовала вам создать как бы профессиональный профайл, так же, как и на LinkedIn, и в то же самое время вступать в сообщество, потому что в сообществах вы можете познакомиться с очень многими профессионалами и, соответственно, с ними напрямую уже вести переговоры. YouTube. Чем хороший YouTube? Снятие короткоммертажных роликов, в которых вы объясняете, кто вы такой, чем вы занимаетесь, там даете какую-то полезную информацию в виде бесплатных вебинаров, тренингов и так далее. Вы можете, например, набрать в YouTube Маркова Жизневская и вам выдаст какое-то определенное количество видео. У меня, правда, их там немного, потому что я в основном на Facebook прямо загружаю и промоутирую. Несколько видео, естественно, есть с профессиональной точки зрения, в том числе и то видео, которое вы видели, скажем, зарегистрировавшись на вебинар, как стать инвестиционным менеджером. Вот согласитесь, если бы, наверное, все то, что я сказала в видео, я бы расписала, то я думаю, что очень многое вы не прочли. Но посмотреть двухминутный ролик и, соответственно, исходя из данного, сделать какие-то определенные выводы о том, что представляет собой продукт, компания и так далее, это очень легко и просто. Не так ли? Для того, чтобы данные осуществить, не нужно никаких профессиональных режиссерских и операторских качеств, достаточно просто хорошей камеры, ну, более или менее нормального освещения, потому что плохая, ну, то есть совсем плохая камера, плохое освещение, плохое место, оно еще хуже, то есть, подействует, чем вообще отсутствие этого ролика. Поэтому попытайтесь сделать какой-то средний уровень и подумайте о том, что вы можете, о чем вы можете говорить в общем. Это может не касаться вашей профессии вообще, то есть, может касаться вашего кода, может касаться всего, что угодно, но вы должны данное видео, то есть, данный видеоролик вы должны промоутировать во всех абсолютно ваших социальных сетях, поскольку это даст визуальное восприятие вашей сущности и того, что вы из себя представляете. Также написание статей – очень важный момент в продвижении онлайн, об этом мы также поговорим чуть попозже. Я просто, мне было интересно, то есть, опа, окей. Давайте вот сейчас мы перейдем в режим, то есть, я вам покажу свой профайл на LinkedIn, например, да, то есть, мы с этого начнем. С фотографии должна быть более или менее, я лично, например, неприемлема для фотографий людей, они не касаются никакого бизнеса. То есть, если на LinkedIn появляется какой-то чувачок в футболке, если на Фейсбуке это прикольно, на LinkedIn это не скидер. Поэтому, если вы делаете профайл на LinkedIn, то постарайтесь максимально делать нормальную фотографию, которая как-то вас будет ассоциировать с бизнесом. Значит, ну, в первую очередь, ваше имя должно быть совершенно правильно и верно написано, желательно на английском языке, если вы работаете на русский рынок, то, соответственно, на русский. Ваша позиция на данный момент и компания, на которой вы работаете, они все вносятся вот в этой секции и автоматически отображаются наверху. То есть, вам очень важно заполнить так называемое, давайте вот с самого начала возьмем, с момента самое, что пишется в самое, то есть, в общем представлении. Самый создает краткое впечатление о вас, прежде чем человек начал проходить по всему вашему профайлу. Тут вы должны коротко и ясно охарактеризовать собственную личность, собственный опыт и собственные интересы. Я бы сказала, что где-то 70% людей ваш профайл не читают. Естественно, там никто не станет вот брать, там все это абсолютно читать. Как вы видите, здесь есть определенные поинты, скажем так, которые вызывают интерес. Смотрите. Ну, первый момент. У меня это написано, I want to discuss business opportunities очень многие после этого сразу добавляются в Skype. То есть, им не надо, они вот просто просматривают профайл, они понимают, что я обладаю достаточным опытом, и, соответственно, потом мы спустимся вот до этого момента, что означает endorsement, то есть, сколько людей вас поощрили за ваши те или иные качества, которые вы выявили в вашем профайле. И, соответственно, сразу добавляю. То есть, здесь у меня фактически идет бизнес-предложение. Потом я начинаю рассказывать о том, кто я такая, что я закончила. Но, опять же, очень коротко. Если вы будете писать именно тексты, их просто никто не будет читать. Будете писать слишком короткие, будете выглядеть легкомысленно. Надо написать средний текст фактически в 6-7 строчек. Это вполне самое то, для того, чтобы человек понял, с кем он имеет тело, чей это профайл, и, соответственно, кем вы были в прошлом, и кто вы есть сейчас. Также вы можете добавить вот такую презентажку своей компании, либо там определенного там к определенному статью, к примеру, в PDF. Вместо этого может быть в вашем видео также. Вы можете сюда добавить в презентацию MFX Capital сразу же, для того, чтобы человек, который зайдет, он увидит, что там, скажем, выходите там, обсудите и так далее, и так далее, добавляйте в Skype, отлично, а что такое MFX Capital? Вот. То есть, не отходя от кассы, как говорится, сразу объясняется человеку все абсолютно. Дальше уже идет наш опыт работы. Тут, значит, в первую очередь мы указываем нашу позицию, где мы работаем. То есть, вот этот логотип, к примеру, он появляется тогда, когда группа уже существует. Соответственно, MFX Capital существует, на Facebook, и оно автоматически выбилось мне здесь. В период, когда вы начали работать, и, соответственно, как-то вы работаете на этой работе, на этой позиции по сей день. Здесь идет уже краткое описание того, что вы делаете в этой компании, и что представляется в этой компании. То есть, здесь мы, опять же, кратко и очень ясно должны для себя как бы сделать определенное самое. по поводу того, чем занимается MFX, вы можете также взять с моего профайла, к примеру, написать, то же самое, кроме Operations Manager, вы будете introducing broker, и, соответственно, про MFX Capital дать краткую информацию, а также, что вы делаете там, что вы ведете переговоры, вы там, скажем, представляете какие-то определенные интересы и так далее, и так далее. Что касается вашего предыдущего опыта работы, то есть, здесь учтите одну вещь, что очень многие делают такую ошибку, они говорят, что я не хочу, чтобы у меня был конфликт интересов, соответственно, я указываю только текущее время вместо работы. Это очень плохо, потому что вы должны, во-первых, тортиться своей историей, особенно историей работы, но плюс ко всему вы еще и должны описать как бы конкретно в каких компаниях и когда вы работали, потому что это все абсолютно подействует на вашу репутацию. Естественно, то, что вы работаете в данной компании на данный момент, это также позитивно подействует на репутацию данной компании. Ну и я лично достаточно большой опыт работы. дальше уже идут skills and endorsement. Здесь вы сами выбираете, какими качествами вы обладаете, то есть что вы умеете, давайте так скажем. Ну там бизнес пленнинг, financial анализ, менеджмент и так далее. Все абсолютно, что вам подготовлено. Можете написать на рисование, к примеру, что вы умеете рисовать. И, соответственно, впоследствии люди, которые будут заходить на профайл, они будут вас поощрять, как это называется, поощрение. Давайте я покажу, как это делается. К примеру, на странице нашего руководителя, кстати, международного развития. Вот у него все это расписано. и, соответственно, есть какие-то определенные скиллы. я имею профскилл. Ну, я здесь уже эндорс сделала. Вот так это и выглядит. То есть человек заходит, вот он увидит, что international project. Он, например, знает вас с этой стороны, либо не знает и хочет просто отметиться лайк поставить. Соответственно, он таким образом это осуществляет. Так. Дальше. запомнить свой профайл это, естественно, не все. Поскольку, ну, ладно, вы заполнили, скажем, все это сделали, но в то же самое время, как вы будете находить новых клиентов, новых людей. в первую очередь вы должны нажать на connections и, соответственно, найти такие связи, например, которые у вас через имейл, через какие-то другие группы и так далее, и так далее, все то, что вам поможет фактически в том, чтобы расширить вашу сеть. Если у вас нет никаких друзей на LinkedIn, то, соответственно, через сеттинги вы можете загрузить свой имейл, там, скажем, с того же Gmail, взять в контакт и, соответственно, добавить их автоматически. Это прекрасный сервис. Я сейчас не буду детально по этому всему проходить, но в любом случае вы сразу же можете, нету человеку, который ни с кем вообще не общается. У вас будут контакты либо в Gmail, либо в Facebook, либо где-то абсолютно. Соответственно, вы сможете ими воспользоваться. Также обязательно смотрите на тех, кто посмотрел ваш профайл. И также, когда к вам добавятся друзья, к примеру, ну, друзья добавляются вот так, например, когда к вам добавятся друзья тот или иной человеку, обязательно представьтесь и скажите, что вы, чем вы занимаетесь и чем вы можете ему помочь. Это прекрасная тактика, абсолютно, которая, во-первых, отсеет от вас ненужные контакты, потому что ненужные контакты на линке вам как корово седло, потому что это ваша профессиональная страница, фактически ваше бизнес-сообщество. вы можете добавлять друзей своих друзей, к примеру, вы можете сразу при этом видеть, кто, что из себя представляет, то есть, кто это. Вот, пожалуйста, я, к примеру, могу отсюда, да, то есть, увидеть сразу профессию человека, чем он занимается, вот, пожалуйста, real estate brokerage, brokerage, то есть, вот, вы понимаете общий настрой LinkedIn, то есть, ему не важно, вы в релейшншип, не в релейшншип, вы там, что из себя представляете с точки зрения юморной там, с юморной стороны там, или с депрессивной стороны, это профессионализм. Вы такой-то работаете, там-то, все, вот это все, что интересует LinkedIn. Ну, плюс, ко всему, конечно, вот такие вот статьи, которые приведут вам достаточно неплохой трафик, даже если вы просто их опубликуете и не будете продвигать, соответственно, вот что-то подобное вам поможет, какая-то полезность, опять же, которую вы положите на LinkedIn, она вам поможет в продвижении лично. Вы также можете использовать, как я здесь это сделала, там, к примеру, видео MFX Procker, все то, что вы видите в моем профайле сейчас вот в таком виде, оно, то есть, если вы хотите посмотреть профайл как ваш кост, то, соответственно, вы просто нажимаете View Profile S и заходите там. Как вы видите, на это нажимаю, сразу выходит какой-то определенный ролик, не какой-то, определенный ролик, MFX скептал, так, Money Management, здесь другое, естественно, здесь скачивается и, ну, увиден, виден визуально наш буклет, который на самом деле включает в себя полную информацию по поводу того, кто мы, что мы делаем в LFX скептал, ну, и так далее. Есть ли вопросы сейчас по поводу Линдена на данный момент, если нету, делаем минус, если есть, делаем плюс, либо просто задаем вопрос. Я не буду просто выключать экран по одной простой причине, что, наверное, он не включится, мне придется опять перезагружать. Так, пожалуйста, напишите, если у вас есть вопросы, то напишите вопрос, если нету вопросов, то напишите минус. вопросов нет. Скажите, пожалуйста, вот опять же, моментами плюсов и минусов, у скольких из вас, то есть, есть ли у вас уже готовый профайл на Линд? Плюс или минус? Так, у Виктор Тингис, окей. А есть ли у вас готовый профайл в том виде, в котором я объяснила сегодня? То есть, детально ли описана у вас ваша деятельность, ваша прошлая деятельность, чем вы занимались, там, что забыла компания, ну, и так далее, и так далее, с презентациями, с ссылками, с линдами, и так далее. Да, Тингис, отлично. Ну, в любом случае, никогда не поздно учиться по-любому. Так, я смотрю, что вы не очень, либо, либо, окей, Виктор, нет, Виктор, завтра же вы можете заняться этим вот моментом, потому что это очень легко, оно на самом деле заполняется за пару часов, очень, результат просто ошеломительный, на самом деле, от Линдена, и, соответственно, это вам приведет, принесет очень много результата. Так, дальше пошли. Ну, с Фейсбуком мы, в принципе, разобрались, по поводу, по поводу ВКонтакте, я сказала, что мы, я лично ВКонтакте не очень активна, но, где вы можете и как. В принципе, та система и структура, которую я описала для Линдена, она применима абсолютно ко всем, ко всем социальным сетям, в той или иной мере, просто на Фейсбуке вы можете также добавить какие-то личные моменты, скажем, личные фотографии, фотографии в Хобби, там, я не знаю, какой-то анекдот, там, к примеру, ВКонтакте вы можете все то же самое написать, абсолютно плюс, еще добавлять какие-то тексты, статьи и так далее, на Ютубе, на Ютубе вы сами знаете, что делать, то есть на Ютубе вам придется просто визуально работать на камеру, объяснять все то же самое, что вы пишете в Линдене, там, скажем, про ваш опыт работы, про текущее состояние и так далее, вам придется все то же самое просто объяснять вживую. Давайте, пока мы вот не отстали от всего, по-моему, я также объясню офлайн-инфраструктуру, то есть, как вам нужно будет выстроить, что вы можете сделать прямо сейчас, даже если у вас нет никаких контактов. Первый момент, которому я научилась в бизнесе, вот с тех пор, как я начала вообще все это дело, это то, что нету ни в коем случае нет никаких ненужных контактов. Окей? Почему? Потому что вы никогда не знаете, где может оказаться завтра тот человек, который сейчас может быть на много-много ступенек ниже вас. либо может быть ваши сферы вообще никак не пересекаются, к примеру, это инженер, а вы, там, я не знаю, музыкант. Вы никогда не знаете, как любой человек может на вас подействовать. Поэтому на самом деле удерживать этих людей это искусство. Но удерживать я не имею, не имею в виду, конечно, делать из них близких друзей, всех абсолютно, всего вашего окружения. Но мы со всем вашим окружением должны быть знакомы. Обязательно вы должны и чем-нибудь запомниться. Сейчас, когда вошли в систему, то есть, ну, в обиход вошли какие-то социальные сети, сделать это стало намного проще, потому что если раньше надо было постоянно встречаться с человеком, видеться, там, разговаривать и так далее, то же самое сейчас можно сделать просто в режиме онлайн, параллельно работая, там, и так далее, и так далее. Поэтому ваш дневной рацион, все контакты, которые у вас есть сейчас в онлайн или в влайн режиме, с каждым человеком, который у вас, там, скажем, в таком неактивном дружеском кругу, вы можете встречаться фактически в 4-5 месяцев раз. Я думаю, что одна чашка кофе с таким человеком, да, это не проблема. Но в то же самое время вы уже удержите какую-то нить на определенные годы. Причем не пытайтесь ни в коем случае с вашего круга что-то конкретное сразу получать. Вы должны просто получать удовольствие от этого общения, на самом деле это действительно громадное удовольствие, когда вы общаетесь с различными людьми, особенно когда у них абсолютно различные стены мышления и профессии, и все абсолютно, вы со временем начинаете просто расслабляться, наблюдая за всем этим, потому что человек, который слишком фокусируется на бизнесе, он обычно ничего не достигает на самом деле. Достигают так называемые манипуляторы, которые умеют различные ресурсы, которыми они обладают, они всем абсолютно варьируют так, чтобы в конечном итоге привести это в определенное оружие. Все не общаются, они с этого общения получают определенные преимущества и так далее. Чтобы вам описать конкретно, как это будет действовать на вашу жизнь, я могу сделать следующее. К примеру, не то, что сделать, а я могу вам преподнести следующую идею. К примеру, что бы сейчас не произошло в моей профессиональной сфере, какая бы проблема у меня не возникла, я все могу решить, любую проблему, я, кстати, это зафиксировала, любую проблему я могу решить с помощью телефонного звонка. Но это было наработано в течение долгого-долгого времени. Почему? Потому что были какие-то определенные контакты с людьми. Даже если, к примеру, я говорю, даже если у меня трубу пролет дома, я уже знаю, кому мне звонить. То есть вот этот уровень решения проблем, он на самом деле очень важную роль будет играть в вашей жизни. Потому что, к примеру, если вы просто в своем обществе, в своем сообществе просто ищите клиентов, то поверьте, никто с вами не захочет общаться, потому что люди чувствуют, когда от них чего-то хотят. Это как в том еврейском анекдоте, когда вам говорят, что вы добрая, умная и красивая, то не обращайтесь, просто спросите, чего они хотят. то есть абсолютно то же самое. Если слишком к человеку, то есть на самом деле раздражает, я такие контакты теряю. Человек, скажем, я человека не видела три года, и потом вдруг он появляется, она появляется и говорит, ой, давай там выйдем на чашечку и вдруг там идет, ой, вот знаешь, мне вот это нужно, все, сразу, нет, не потому, что мне сложно, может быть, мне это вот, опять же, тот же самый телефонный звонок, но ощущение как будто под тобой попользоваюсь, либо тот же самый человек пытается мне что-то продать или предложить, вот то же самое. Если же этот человек, с которым я общаюсь, с которым я общаюсь через социальные сети, может, я с ним не движусь там каждую неделю, каждый месяц даже, 4-5 месяцев раз мы где-то хотя бы пересекаемся, а вот чтобы пересекаться с такими людьми, а не специально, скажем, выводить их, нужно обязательно участвовать, опять же, вот в сообществах, каких-то определенных званых вечерах, нужно обязательно участвовать в корпоративных моментах, встречах, то есть, если вас, к примеру, пригласили на открытие какого-то отеля, открытие какой-то компании, обязательно надо участвовать в таких вещах, потому что, вот подобные встречи, они вам практически подпитают ваше общество и, соответственно, ваши контакты, и вы сможете просто в прекрасной обстановке с людьми, даже не с одним, а с несколькими людьми, опять же, поддержать контакт, а также завести новые контакты, которые вам в будущем пригодятся. Ни в коем случае не начинайте знакомство с деловым предложением. Даже в Линдене, в социальных сетях это выглядит очень-очень плохо. Если вы просто пытаетесь, к примеру, там не человек добавляется, и мне просто интересно, кто он такой, что он из себя представляет. Ладно, окей, хорошо, я прочла его там в Линден по файлу, но мне интересно все-таки, кто он, и тогда я задаю какие-то конкретные вопросы. Чем вы занимаетесь там что-то, что-то, что-то. Потом он мне отвечает, задает ответные вопросы, я отвечаю ему. Соответственно, потом уйдет какой-то, либо с моей, либо со стороны того человека идет вопрос, а как мы можем, может быть, вот как-то можно сотрудничать между нашими компаниями, мы вам поможем, вы нам поможете, ну и так далее. Вот это подобная форма более чем приемлема в бизнес-мире. Все остальное просто навязчиво и не нужно. Что касается званых вечеров и сообществ, я уверена, что у вас в городах, странах и так далее есть определенный бизнес-сообщество. Если так вот, если вы хотите чего-то добиться в бизнес-сфере вообще, а это бизнес, то, что мы здесь изучаем, попытайтесь стать частью подобного сообщества, потому что это прямой доступ практически к самым топам компаний абсолютно без проблем. то есть, вот, к примеру, существуют какие-то коммерческие палаты, я, например, веду деятельность в двух палатах, по поводу, в индустрии, причем не только прихожу на встречи и ухожу, к примеру, а задаю активные вопросы, меня видят там, я руковожу, к примеру, комитетом по социальной, по корпоративной социальной ответственности в Международной торговой палате, это мне помогает по всему миру, не только в моей стране, но и по всему миру. То есть, вы что-то делаете сначала, а потом делают для вас. Вот это хорошенько учтите. И когда вы будете делать это бескорыстно, не потому что, то есть, я когда вот чем-то занимаюсь, к примеру, я делаю это действительно бескорыстно. Если я какому-то человеку чем-то помогла, я никогда ничего не жду взамен. Никогда не думайте о том, что вас чем-то благодарят, потому что будет только разочарование, поверьте. Смысла нет об этом думать. Вы увидите, что пройдет время, и может быть, не сам человек, да, то есть, может быть, кто-то что-то про вас скажет хорошее, и это повлияет на решение абсолютно другого человека. Никогда не пытайтесь вот сделать вот этот момент обмена, я тебе это не знаю. Дальше. Ну и, естественно, звонки. Нужно звонить людям, потому что в Facebook, LinkedIn и так далее это все очень хорошо, но очень важно, когда у вас какой-то личный контакт с человеком, хотя бы через телефон, если вы не можете с ним назначить встречу, например. В данном случае, ну, в LinkedIn есть очень часто у людей указать телефон, на самом деле, у вас также должен быть указан обязательно. И что касается звонков к своим друзьям, там, скажем, знакомым и так далее, и так далее, ну, об этом уже речи нет, вы должны, естественно, с максимальной периодичностью, ну, насколько часто вы можете это, насколько вы должны это делать. Также я вам бы посоветовала вести специальный календарь, сейчас онлайн-календарь, они очень, без проблем можно вести даже в телефоне. соответственно, с каждым человеком, который играет в определенную ручку в вашей жизни, вы должны обязательно поддерживать контакт. А поддерживать контакт, я бы сказала, это не только там лайкнуть что-то или отметиться на странице, а это именно встреча, телефонный звонок, внимание, вопросы личного характера, например, как вы сегодня поживаете, как у вас идут дела, и так далее, и так далее. Звоните или общайтесь без всяких бизнес-предложений. И тогда у вас будет какой-то определенный очень высокий шанс того, что вы получите впоследствии человека в виде своего партнера, либо клиента. Итак, что вам понадобится для того, чтобы все это осуществить, в принципе, вы должны будете понять, что такое, то есть, где ваше рабочее место. Мое рабочее место, например, везде, где есть мой лэптоп, нормально. То есть, я его ношу всюду абсолютно с собой, соответственно, где я села, там мое рабочее место. Лэптоп, компьютер, все. Может быть, вы тот тип человек, то есть, вы тот тип людей, которые любят какой-то уют, не любят, когда, скажем, шум вокруг, вообще никакой, никаких звуков не должно быть, когда вы звоните или там, скажем, занимаетесь каким-то делом. Это все абсолютно индивидуально. Я, например, умею выключать уши. Я ничего не вижу и не слышу кроме бизнеса, кроме своего дела. Но есть люди, которых раздражает даже маленьший шум. Поэтому, в первую очередь, определитесь, как для вас комфортно работать. Очень многие люди не работают эффективно, просто потому, что они не понимают, что то, что с ними происходит, то есть, то, где они работают, за каким столом они сидят, на каком стуле они сидят. Может, у них неудобный стул, а на самом деле они меняют свою работу, и из-за этого у них стресс, ну и так далее, и так далее. Там очень много психологических факторов. Просто вот возьмите, действительно, закройте глаза, сядьте на свое какое-то рабочее место или какое-то различное место, почувствуйте себя комфортно. Вы должны каждый, если не каждую минуту, то вы должны большинство времени в своей жизни чувствовать себя комфортно. Иначе у вас все абсолютно будет на нервной почве, а это видно. Это видно и в общении. К примеру, я говорю, люди, которые слишком, ну, женщин касается, слишком громко смеются и нервно смеются, к примеру, у которых какие-то вот истерические перепады от такого до какого-то улыбчатого состояния. И это все чувствуется в воздухе. Естественно, с нервным человеком, с неуравновешенным человеком также не очень приятно вести бизнес, поскольку мы все любим предсказывать будущее. А непредсказуемые люди для нас это достаточно нехилая опасность. Ты никогда не знаешь, что потом человек можно выкинуть. Поэтому не будьте непредсказуемым в плохом смысле человеком и, соответственно, в первую очередь найдите баланс в самом себе и потом уже ищите его в окружающем мире. У вас обязательно должен быть план на день. Я об этом говорила в первой сессии, я повторяю здесь. Если вы еще не умеете составлять свой дневной план, в принципе, это не проблема, начните с недели. Начните с недели, что за эту неделю вы должны сделать это, 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 планы расписать на день и следовать ему, это все равно, что, в принципе, каждое утро делать зарядку. Это с самого первого дня, естественно, достаточно трудно, и мы оттягиваем это на второй день, на третий и так далее, и потом что-то нам маленькое собьет наши планы и запретим вообще уходим из этого момента. Попытайтесь с первого, ну, скажем так, до следующей недели, вот у вас как раз неделя до следующего вторника, начиная с завтрашнего дня, поставьте себе пять целей определенных, которые касаются вашей деятельности, даже этого семинара, и, соответственно, осуществите их за неделю. Это будет ваш первый шаг к планированию как таковому, которое будет играть огромную роль в вашем продвижении. Участие на форумах сейчас, что я имею в виду? Форумы, естественно, должны быть тематическими. И ни в коем случае не должно быть участия в смысле, там, скажем, рекламы и так далее. Единственный продукт, который вы рекламируете на форумах, это вы сами, в первую очередь. И потом уже все то, чем вы занимаетесь. Потому что когда вы будете, к примеру, писать какие-то определенные комментарии, которые будут актуальны в экономической сфере, в финансовой сфере и так далее, и так далее, даже если вы прочли какую-то статью по поводу того, что, к примеру, экономика Евросоюза сейчас является нестабильной, ну, не из-за этого, там, что-то, что-то, что-то. На это сделать какой-то определенный свой комментарий, естественно, ну, посмотреть с самого начала, насколько это адекватно, вы описали свою идею и, соответственно, подобные комментарии делать. Вы должны светиться. И светиться как в онлайн, так и в офлайн режиме. А когда вы просветитесь, фактически люди захотят увидеть ваше мнение. Чем больше и чем компетентнее вы высказываете собственное мнение, тем больше у вас потом будет его спрашивать. У вас должно быть возможность сходить на встречу. Обязательно. Вы должны спланировать свой график так, чтобы вот вы, к примеру, вот вам, пожалуйста, задание. Выберите двоих людей, которых вы не видели в течение года и которые, скажем так, не входят в сеть каких-то правонарушений, там, скажем, нелегальных действий и так далее. И так далее. То есть, абсолютно нормальные, хорошие люди. Вы не ссорились ни в коем случае, ничего, но вы просто по каким-то определенным моментам вы просто не можете вот оттягивать и постоянно вот эту встречу. Эти люди должны находиться обязательно в вашем городе, конечно. Назначите с ними встречу. Выйдите с ними на контакт. Просто поговорите. Просто спросите, как дела. У вас будет плюс, на плюс шесть месяцев, я вас уверяю, на плюс шесть месяцев минимум у вас уже будет какой-то определенный контакт этого человека. То есть, если вам в течение шести месяцев или этому человеку что-то понадобится, соответственно, у вас и произойдет взаимообновение. у вас должна быть база, база, я не имею в виду клиентскую базу, то есть база для работы. Естественно, вы не сможете работать без телефона, компьютера или электронной почты. Электронную почту я посоветую все-таки завести, скажем так, брендовую, соответственно, имеется в виду, к примеру. Одна из моих, скажем так, электронных почт, это ми собачка маркетинска.коп. Я считаю, что это один из вариантов для человека, который работает индивидуально, это прекрасный вариант, потому что с одной стороны очень трудно поверить в предложение человека, который пишет с Yahoo или с Gmail или еще с чего-то. Если у человека нет 5 долларов в месяц для того, чтобы платить за корпоративную почту, корпоративная называется в кавычках на самом деле, просто классно франзированную почту, то здесь очень трудно о чем-то разговаривать. Плюс ко всему, плюс ко всему, вы можете также вместо корпоративной, к примеру, у тех, у кого есть какая-то продукция Apple, то вы можете зарегистрировать почту собачка Mi.com прекрасно тоже действует клиентов, опять же, не Gmail, не Yahoo, не массовая. И, соответственно, ваши сообщения также не будут перейти в спам и не будут, скажем, негативно воспринимать со стороны клиентов, потому что и Mail уже не очень наматное значение. Я не знаю такое сообщение, я смотрю, какое бы ни было интересное предложение. Я понимаю иногда, что человек высылает по Gmail, потому что он не может высылать там, потому что корпоративные имейлы, некоторые корпоративные, то они идут в спам. Я это прекрасно понимаю, но в то же самое время если человек не хочет с Gmail или с Yahoo и предлагает какие-то нереальные бизнесы, там, которые уже психологические в спутке, я ему не верю. Так, ваше клиентское портфолио будет разделяться, ну, на данный момент будет разделяться на троих тюм, три категории. Это потенциальные клиенты, в принципе, на каком, на какой стадии будете находиться на первом этапе, текущие и будущие. Текущие, те, которые с вами инвестировали практически недавно и будущее клиентов. Значит, что касается потенциальных клиентов, вы можете даже сейчас сделать определенный список потенциальных людей, с которыми вы свяжетесь в течение определенного времени в будущем. Я, как вам сказала, вы не можете просто идти в лобовую и человек, которого вы не видели, скажем, пять лет и сразу что-то в логанде и рассчитывать на то, что он на это согласится глупо. Соответственно, вы должны сделать список подобных потенциальных клиентов сейчас, для того, чтобы подготовить с ними, скажем так, почву для сотрудничества в будущем, потому что первая встреча у вас или первый телефонный звонок или первый контакт вам обязательно непосредственно про состояние какое-то и так далее этого самого человека, а ни в коем случае не ваше предложение. Ну и что касается первой беседы с клиентом, сегодня мы этого уже не успеем, потому что уже половина 11-го, я вам обещаю, что завтра, не завтра, а на следующей неделе с этого начнется урок. До того, как мы закончим, есть ли у вас какие-то определенные вопросы? Так, если есть вопросы, пишем вопрос, если нет вопросов, пишем минус. Я все-таки подожду, как бы, потому что интересно, с вашей стороны получить к примеру вот такой вот момент. Было ли интересно все то, о чем я сегодня вам рассказывала? Вернее, давайте так, было ли вам это полезно для будущей деятельности? Окей, отлично. В общем, я очень рада у вас на следующую неделю, на следующий вторник, опять же, в 20.00 по Москве, в следующий раз я не буду ждать недействительных 15 минут, я начну ровно в 20.00, и все будут предупреждены, естественно, заранее. Так что, не опаздывайте ни в коем случае. Вы все, абсолютно, кто мне вышлет имейл на почту mj.net с пометкой, которую я сделал, вспомнил, спасибо, по-моему, вебинар номер 2, давайте так абсолютно, то, соответственно, я им всем вышлю, то есть вам всем, кто мне напишет с данной пометкой письмо, я всем вам отвечу завтра, выслав запись вебинара, я подумаю о том, чтобы ее выложить, либо не выложить, посмотрим опять же, но все-таки напишите по этому поводу, а на почту Emofixbroker. А как почту Emofixbroker получить, а не как, Виктор, если мы будем с вами сотрудничать, как уже на профессиональном и долгосрочном уровне, мы вам сами обеспечим почту Emofixbroker, потому что этот сервер, как вы понимаете, регистрирован под нами, если возможно зависит имя на вашем домене, Алексей, да, есть, но только вы знаете, как сейчас на данный момент в принципе, ну, на данный этап будет очень странно, если мы прямо сейчас его заведем, давайте мы завершим тренинг, мы подойдем как минимум к четвертой сессии, и я увижу, что вы, соответственно, будете дипланированными, извиняюсь, дипланированными брокерами, и, соответственно, после этого мы вас обеспечим всеми материалами, всеми вспомогательными моментами, в том числе и, ну, как я обещала, в принципе, в вебинарии это остается в силе, что будет небольшой сюрприз со стороны компании MFX брокера, естественно, все, кто закончит данный вебинар, после этого будет определенный тест, тестинг, который вам будет всем абсолютно стать, онлайн-режим, кстати, вот, и, соответственно, сдав его, вы получите диплом лицензированного брокера с MFX, то есть вы будете регистрированы как человек, который прошел трейдинги, и, соответственно, знает, что такое продукт MFX продает, а также небольшие сюрпризы. Так, что касается, да, что касается остального, в общем, всем огромное спасибо, честно говоря, я думаю, что вам это будет интересно и полезно, если вы это используете, так вот, домашнее задание следующее, первый момент, вы должны выполнить выполнить пять определенных заданий, которые вы поставите себе на неделю, и на следующую неделю первый мой вопрос вам будет, какие пять задач вы себе поставили, потому что вы являетесь самым, давайте так скажем, вы являетесь самым критичным, скажем так, человеком, который может ставить себе самые трудные задачи, челленги, я бы сказала, это ваше дело, чтобы вы преодолели барьер непланирования в вашей жизни и перешли к полному контролю всех своих действий, поэтому пять действий, из них два я, к примеру, с вас могу снять путем того, что встретитесь с двумя людьми, которых вы не видели в течение года. Можно ли показать на экране, на какой имел можно написать, чтобы получить запись вебинара? Показать на экране? Ну да, конечно, вот я опять пишу мжизневская собачка на фиксброкер.com Я это высылаю в месседжах, вот прямо под вашим месседжем, Алексей, посмотрите. Где я посмотрел, если можно мне? Да. Так, миза пушку. Алексей, я что-то неправильно там сделала. Очень внимание, что вы видите, что не запранировано всегда. Интересно. Так, Алексей, если вы увидели в списке мой имел, то, пожалуйста, скажите, напишите плюс. Окей, увидели. Отлично, копируете имейлы, соответственно, высылайте и получите соответствующую запись вебинара. Мы с вами увидимся уже. Так, сегодня у нас 19-е, 26-го, 26-го мая мы с вами увидимся в 20-00, все, и по тому же времени на том же месте на MFX вебинар, вернее так, вебинар собачка вебинар .mfxtroker.com По этой ссылке, когда вы заходите, соответственно, вы можете совершенно спокойно под видео прямо находится ссылка для входа на вебинар, вам не нужно регистрироваться, вам не нужно ничего там же вписывать, просто нажмите на эту ссылку, потом впоследствии вас переведут на другой веб-сайт, видите свое имя, свой электронный адрес, а также пароль MFX1. Мы с вами увидимся уже 26-го мая, у вас есть задание на неделю, главное задание состоит в том, чтобы вы максимально проштудировали два веб-сайта это mfxtroker.com и mfxtroker.com которые доступны на русском языке совершенно спокойно плюс все материалы. Спасибо вам большое, было очень интересно, как говорится, чем меньше, тем продуктивнее. Удачной вам недели и отличного отличного, отличных результатов. Я уверена, что все то, что я сказала, если не стопроцентно, то какой-то определенный процент из моего сказанного вам пригодится. до скорой встречи! До скорой встречи!